Я уже отмечал, как, наверное, трудно было им Георгия с Александром выбрать два танца из большого числа ярких постановок. Но вот эта композиция, по-моему, самая запоминающаяся у них. КОНЕЦ 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 Танец потрясающий, но он вызвал в первый раз, когда его исполняли фигуристы, много споров. Дело в том, что всю первую часть танца Георгия провела на льду, она практически не каталась. Однако судьи, если вспоминать первый прокат вот этой композиции, за технику, именно за технику, поставили максимальные баллы. Все шестерки. Но сегодня другая судейская бригада, другой состав, ну, исключая, естественно, Татьяна Анатольевна Тарасовна, бессменного председателя жюри. И интересно, как вот эти арбитры отнесутся к первой оценке. Поставят ли они такие же высокие баллы, одни оценки 6-0. КОНЕЦ Когда-то было опьяннее, в тот раз или в тот раз? Сейчас помню. Сейчас помню. Нет? Знаешь, что было потрясающе? Самое потрясающе было, когда поворотка на Твизу, она ее вот так тоже, бам туда. А это уже не помню. Это, знаешь, это, не надо было дать ответку, что она что-то делает в этом, потому что она оброжилась полностью в этот Твизу. Можно водичку составить? Ну, известно, можно я возьму свой платье? Платье, извини, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. По оценке Ингеборга Доптунает и Александра Жулина за технику 6-0. Вот так. Здесь только две высшие оценки. Остальные все-таки 5-9. Артистизм. Ну, артистизм сомнению не подвергается. Вы знаете, какая интересная вещь? Второй танец Ингеборга Доптунает и Александра Жулина откатали по оценкам чуть хуже, чем Гусева Костомаров, но по сумме они их опережают. Мой вопрос Игорю Констолевскому. Как вам понравились образы Ингеборга и Александра? Ну, поскольку я тут уже персонально оцениваю творчество Ингеборга и Александра уже второй раз, я должен сказать, что меня это потрясло так же, как и в первый раз. Но я вообще должен сказать, я должен сказать, что, конечно, тут очень высокий уровень постановки. Это замечательно все поставлено и сделано. И это очень трогательно, смешно. И мне очень нравится, что вообще артисты не боятся быть смешными, наивными, трогательными. И это сразу вызывает какое-то ответное чувство. Огромное вам спасибо. Я сказал Татьяне Анатольевне, когда у нас был небольшой перерыв, вы знаете, у меня было такое ощущение вдруг, как будто я в детстве побывал на «Синей птице». Вот так. Может, кто-то помнит про это. Спасибо. Маша, у меня вопрос к вам. А вы катаетесь на коньках? Нет, к сожалению. И я, конечно, каждый раз, когда смотрю, у меня как-то возникает такой детский кураж совершенно, когда я с первой передачи. И я думаю, господи, вот как бы я сейчас вот так тоже вместе с ними бы вышла, ну и упала бы сразу, наверное. Да, вместе с ними. Ребята, я могу сказать насчет этого номера. Моя созависимость, я стала зависимым человеком. Каждую субботу я чувствую, что я не свободна. Потому что в 9.30 вечера я должна прийти и включить телевизор. И благодаря, благодаря это произошло постепенно, не сразу. То есть первое время я еще была немножко свободна, то есть я думала, ну может быть я посмотрю, может быть нет. Потом, когда я увидела номер Марата Башарова «Утомленное солнце» и вот этот ваш номер дальше, я поняла, что уже суббота без этой передачи существовать в моей жизни пока не может. Спасибо вам, ребята. Спасибо вам, Маша. Виктор Гусев. Знаете, я бы еще что добавил, что посмотрите, как интересно получается. Какое взаимокакое-то такое влияние. Артисты демонстрируют все лучшую технику, да? А спортсмены все больше артистизм. И вот это замечательное сочетание. Спасибо большое. Спасибо вам. Я абсолютно счастлива, что вижу вас опять в проекте. Спасибо вам. Ребята, довольны сегодняшним своим катанием? Да.